Задержали пьяного водителя, но мужчина стал утверждать, что за рулем не сидел, а машину у него вовсе, и украли вместе с крупной суммой денег и документами. Застрявший в яме на обочине Ford Fusion привлек внимание автоинспекторов на улице Лукина. Полицейские остановились, чтобы помочь мужчине, однако, подойдя ближе, заметили, что он сильно пьян. После чего он пытался скрыться, но не смог. Нафиса Минязова узнавала все детали произошедшего. Застрявший на обочине Ford Fusion автоинспекторы заметили на улице Лукина. Мужчина безуспешно пытался выехать из ямы. Сотрудники ГИБДД остановились, чтобы помочь ему. При этом заметили, что водитель сильно пьян. Спросили у него документы, предъявлять их водитель не стал, а лишь попытался убежать с места происшествия. Спустя некоторое время его обнаружили. Тогда он стал утверждать, что за руль не садился и стал рассказывать, как провел день. Я вот машину поставил вот... Вот возле знака, да, получается? Запарковался, да. Зашел в 15 квартирах, где муж моей первой жены, который... живет, мы ему помогаем. Он там же символит. Рашид Шелихметов рассказал, что припарковал машину у подъезда и зашел в гости. Не отрицает, выпивали. Но говорит, что после застолья за руль не садился, а вызвал такси. С тем выпил, я говорю, ладно, я такси заказал. У меня есть номер на телефоне, такси заказанный. Однако, выйдя из дома, увидел, что его автомобиля нет на том месте, где его оставил. Более того, мужчина обеспокоен тем, что из машины украдено 450 тысяч рублей и все документы. К слову, автоинспекторы уверены в обратном и утверждают, что мужчина был за рулем сам. Доказать это будет несложно. На руле остались отпечатки пальцев водителя. Проходить проверку на алкотестере он отказался. Сейчас ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком до двух лет. Нафиса Минязова, Дельмулахметов, Вызов 112.